Владимир, ну давайте начнем с того, как правильно этот самолет называется. Называется DC-3, то бишь это авиакомпания Макдональдс Дуглас, американская. Это самый массовый самолет времен Второй мировой войны. Также по этому самолету, по DC-3, значит, потом в дальнейшем делался наш самолет, Ли-2, вот, как бы, по лицензии этой фирмы, который был тоже одним из самых массовых самолетов во время Великой Отечественной войны, значит, как транспортник, военно-доставка грузов, десантники, в общем, это самый уникальный великолепный самолет был по тем временам. На данный момент сейчас у нас в стране только в музее, по-моему, в Монино стоит самолет Ли-2. Летающих самолетов нет, вот, как бы, и вот в данный момент сейчас вот перегнали с Америки этот самолет, который и там уникален, и здесь, и аналогов, и просто в России не было, и вот сейчас такая красота здесь в России, это здорово. А скажите, какие у него требования? Привередлив ли он? Нужна ли ему большая площадь, низкие температуры, наоборот, какие-то средние температуры? Да нет, он, в принципе, был сделан для того, чтобы, как бы, он, ничего такого нет, температуру он сильно не боится, нормально. Ну, естественно, там, при минус 50, как бы, нежелательно летать, а 20 мы летали, градусов минус, вот, летели тоже плюс 30, как бы, нормально все, ведет себя. Как бы, летучий, хороший самолет, два движка также, что дает ему безопасность и для пилотов. А был у нас случай, что, как бы, проблемы с одним двигателем, и на одном двигателе спокойно, час десять летели, спокойно приземлились, все, там, устранили неполадки, как бы, без проблем. Как американцы говорят, если была бы скорость, высота и все, самолет вообще безотказный, в общем, проблем не представляет никто. Ну, вот, а если говорить о технических его характеристиках, то есть вы все-таки бортинженер, вот, о двигателе, о системе, о навигации, вообще, какая? Навигация, навигация здесь уже более такая совершенная, установленный GPS, в общем, от старых авионики, там, в общем, в принципе, ничего не осталось, там, несколько приборов, параметры двигателя, учета параметры двигателя, а остальное, в принципе, все установлено более современная авионика, так что нормально, очень даже удобно, хорошо, для такого самолета. Ну, а двигатели? А двигатели, двигатели, значит, по 1300 лошадиных сил, турбированные у нас, можем на 7 тысяч забираться, в общем, ну, проблема из-за того, что он не герметичен, и не установлено кислородное оборудование, поэтому, как бы, на 7, естественно, мы не полезем, чревато, вот, а на 4 свободно, летали, все хорошо. А в планах, когда привезти его в Сургут, то есть, ориентировочно, это этим летом случится? Ну, мы надеемся, что хорошо было бы в этом году, там, но, я думаю, наверное, в этом году не успеем, но, дай бог, тогда это до весны, даже до следующей. Немножко подготовим полосу, в общем, условия, так сказать, для этого самолета, и сразу же перегоним в Сургут. Я думаю, в Сургуте их будут рады такому подарку, потому что вообще этот самолет, вообще уникальный самолет, его просто везде, в любой точке мира, куда не приедешь, все шляпу снимают, руки жмут, это, в общем, здорово, вот, ну, в общем, может быть, даже, в общем, не знаю, что. В общем, попробуем его еще, да, все, отлично, спасибо. Ладно. Ладно. Продолжение следует...